Почему с канала исчезли все каверы? Кажется, пришло время меняться. Всем привет, меня зовут Лера Яскевич, и я очень рада приветствовать каждого из вас на моем музыкальном YouTube-канале. Если вы периодически заходите на мой канал, то, скорее всего, вы не могли не заметить, что с него исчезло большое количество видео, особенно та большая часть видео, ради которых люди приходили на этот канал, а конкретно каверы, и лайфстайл-видео, которые не связаны с моим авторским творчеством. В этом видео я разложу все по полочкам, расскажу, что же произошло, куда меня это привело, и где же вам искать кавера и мой лайфстайл-контент обо всем в этом видео, так что продолжайте просмотр. Где-то месяц назад на мой YouTube-канал кинули первый страйк, представляете? Для меня это, честно, было большим удивлением. На момент того, как пришел страйк, я не придала этому очень большого значения, и страйк перешел на мое видео-кавер песни Гречки «Люби меня, люби», но правообладатель, тот человек, который имеет права на трек «Люби меня, люби» от петых мошенников. И, собственно, Гречка брала их песню, переделывала, я не знаю, как у нее там дела с авторскими правами обстоят. Но на мой кавер кинули страйк, причем без возможности как-то обсудить и прийти к какому-то мирному соглашению, что мне кажется достаточно как-то грубо и непонятно, почему именно так себя повел правообладатель. Я с таким сталкиваюсь впервые. Как я уже, возможно, сказала, изначально я не придала каких-то суперзначений этому страйку. Я подумала, прикольно мой первый страйк, типа, что за прикол? Сразу же залезла в YouTube, чтобы удалить это видео, скинула скрин Ани, говорю, Аня, смотри, что за прикол. Аня тут же сказала, что я сейчас, типа, буду писать этим людям, разбираться, что, куда, когда, откуда. Я такая думаю, ну ладно, типа, пофиг, просто удалю этот кавер. Удалить его уже было невозможно, потому что правообладатель сам удалил этот контент. В YouTube кавера — это как бы, если грубо сказать, то паразитирование на чужом творчестве, особенно если у тебя подключена монетизация. У меня, конечно, подключена монетизация на все мои видео, на которые можно было подключить монетизацию. И обычно в случаях того, как, ну вот в моем большом карьерном вот этом вот каверном таймлайне никогда не было таких случаев, чтобы на мой канал кинули страйк, как я и сказала, это был мой первый страйк. И обычно правообладатель может просто забрать всю монетизацию с видео себе, при этом никак не вредя моему каналу. И, ну типа, обычно вот такой вот способ практикуется. И я считаю вообще это в целом очень-очень адекватным решением, не таким как... Ладно. И только через какое-то время, возможно через неделю, я не помню, неважно, я узнаю от Ани, что из-за страйка у нас полностью на канале слетает монетизация, и тут меня словно молния озарила. Я тут же поняла, что это знак, возможно, которого я очень долго ждала, насчет того, чтобы разделить музыкальный контент и лайфстайл контент по разным каналам, чтобы они не смешивались. У меня до этого было куча раз порывы завести какой-нибудь новый канал, начать все с нуля, но, вы знаете, вот это вот чувство новизны восстановить. И каждый раз эти мысли, они угасали и просто исчезали. В этот раз ситуация со страйком меня просто так... Это знак к переменам. Собственно, поэтому с этого канала исчез весь лайфстайл, все макияжи, все видео, не связанные с моей авторской музыкой, и также исчезли все кавера. Теперь этот канал станет олицетворением моего авторского творчества и меня как музыканта, и зайдя сюда, люди просто смогут составить обо мне целостную картину меня как музыканта, не привязываясь к моему исполнению чужого творчества, что внутри меня, честно, очень сильно порадовало. Так что добро пожаловать в музыкальный ютуб-канал Лера Аскевич. А как же лайф? Ребят, вы бы знали, как сильно я люблю снимать, монтировать видео, получать вашу обратную связь, пересматривать иногда видео свои и вспоминать, как там все оно было, поэтому лайф будет. Просто на другом канале. У меня долгое время, почти с самого моего начала, появился фановый аккаунт, который, причем я создавала сама, потому что изначально это был канал, куда я выкладывала свои англоязычные каверы, которые мне было стыдно, чтобы посмотрел кто-то из моих знакомых. А мне кажется, все истории так начинаются про каналы ютубурские, нет? Вот, в общем, канал, который сначала задумался как канал для англоязычных каверов, еще где-то в 2014-13 году, я не знаю, надо посмотреть. Потом в какой-то момент перекочевал в фан-аккаунт, его долгое время вел Володя Кучеров, заливал туда разные видосы с Перископа, по-моему, только с Перископа, с Аск.ФМ. Ну, короче, вот такой вот был аккаунт. И в какой-то момент им занялась Аня, и стала закидывать туда разные интервью, видосы с всяких шоу, в которых я могла поучаствовать. И на этом канале даже 20 с чем-то тысяч подписчиков. Это меня очень сильно радует. Так вот, все мои лайфстайл, макияжи... Надо так часто произнести это слово, чтобы очень уверенно его говорить. Лайфстайл, 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 лайфстайл. Все мои лайфстайл видео, макияжи, разговоры, вот все, что не связано с музыкой, перекочует на тот канал, возможно, там уже все появилось. Также я туда запишу отдельное приветственное видео. Так что, если вам интересен лайф-контент, переходите туда, потому что нам там с вами кое-что нужно будет обсудить, обговорить, решить, что мы с вами будем там делать. Любой другой лайф-контент, который я собираюсь снимать, а я собираюсь снимать видео про накрутку волос, про то, как мы сходили на концерт Тейлор Свифт, и вообще разные-разные влоги и все такое, будет отправляться прямиком на тот канал, и будет исключительно там. Поэтому я очень надеюсь, что там соберется таком Юнити, который будет интересно разделить со мной вот эту вот, знаете, повседневную жизнь, когда ты о чем-то размышляешь, что-то рассказываешь, делишься тем, что тебе нравится, что тебя беспокоит, о чем ты думаешь. В общем, если это то, что вам нравится, то обязательно заходите в ссылки. Все будет вообще написано в инфобоксе. Обязательно заходите, читайте, переходите. Подписывайтесь и сюда, и туда, и по лайку, пожалуйста. А где же кавера? Ой, ребяточки, ребятульки, ребяточки, ребятки. Кавера же я загрузила на свои Патреоны Бусти. Ссылки также будут в описании. Там есть все самые популярные кавера, которые достигли, по-моему, одного миллиона просмотров. Если вдруг вы не найдете свой любимый кавер на Патреоне или Бусти, обязательно просто напишите там мне сообщение с названием своего любимого кавера, и я его 100% туда выложу в ближайшее время. Неужели это конец? Да. В какой-то степени это конец эпохи каверов, которые я так долго откладывала, боясь последствий. Несмотря на то, что перестала петь кавера уже очень давно. Но сейчас я полностью ощущаю, что готова закрыть эту главу и двигаться дальше. Ведь любой конец — это новое начало. Мечтайте о великом и слушайте Леру Яскевич. Па!